В Шахунском суде сегодня вынесен приговор дедушки, который погубил собственных внучек. Михаил Комаров хотел поменять баллон для газовой плиты, но допустил ошибку. Баллон взорвался и дом загорелся. Сам он спасся, а вот две его маленькие внучки, одной было 4 года, другой всего лишь годик, и пожилой прадедушка, сгорели заживо. Соседи тогда винили прежде всего этого Михаила Комарова. Говорили, что им не были предприняты все усилия для спасения детей. Перед вынесением приговора мама погибших детей не могла сдержать слез. Мог бы детей спасать, а то сам выбежал, а дети горят. Я не выбежал, меня выкинуло волной. Не знаю, что там было, можно было детей спасать, выкинуть хотя бы в окно подняли, а дети были жили. Деловые, потому что дети несчастные пострадали из-за кого? Из-за вас пострадали, потому что вы их не спасли. Да ты что? Да. Я вообще дома не была, я в бане была, в бане топила. А вы хлопок-то слышали, могли бы... Конечно, я услышала, когда пылало все, хлопок услышали. Мы-то не знали, что там дети. Вот лично я, клянусь Богом, я бы побежала спасать. Если бы я знала, что дети в доме, мне детей жалко. Вот за детей бы, я не знаю, я бы дела вот разорвала. И вот молодая семья, и это ей какая травма, она всю жизнь, ведь ей травма. Молодой женщине жить и вот с такой травмой. С течения обстоятельств такие получились. У каждого это может произойти, у каждого. Простила. У всех бывает. Трагедия, в первую очередь, и для потерпевшего, и для моего клиента, для подзащитного. Вот поскольку погибли близкие тем и другим люди, в общем-то это роковое стечение обстоятельств. Мы надеемся на условный срок. Суд приговорил признать Комарова Михаила Ивановича виновным в совершении преступления и назначить ему наказание. Эти двух лет лишения свободы. Наказание назначено Комарову считать условным. Трагедия, меня твердивно наказала вот здесь, на всю жизнь. Мало дали, надо было больше. Жалко детей. Он мог бы спасти детей. Все равно, а этим детей не вернешь.